Ребята, всем привет опять! Мы находимся с вами в Германии, едем в город Клево. Из города Краненбург едем в город Клево. И сейчас опять я обратил внимание, проезжал вот такой вот храм. Посмотрите, во-первых, что сзади меня. Вот это Германия, вот их белые-черные домики стандартные. Так они выглядят. И смотрите, сзади меня вот этот вот храм исторический. Когда я к нему подъехал, есть очень интересные картины и картинки, скажем, фотографии цветные. То есть, говорится о войне, смотрите. Вот картина, как все было разрушено, солдаты идут, окопы. Вот картина с танками, бронетранспортерами немецких войска в самой Германии. Вот еще танк едет, где разрушены дома. На самом деле, много-много картин и много-много всего в Германии говорит, и в Голландии, что и города там, Роттердамм, многие были разрушены почти до основания. И вот здесь вот на разных языках надпись есть. Допустим, вот здесь вот, понимаете, начинается вот, все я не переведу, но германская армия в августе 39-го года начала идти там на север, что-то туда-сюда. То есть, 39-го года здесь были минометные, 150 машин, оружие, бункеры. Потом в 40-м году что-то здесь происходило. И вот все... А вот эти фотографии, которые мы с вами посмотрели, эти фотографии уже февраль 45-го года. Все разрушено, домов нет, крыш снесены. На самом деле, очень жестокая здесь тоже картина в Германии происходила. И смотрите, получается, Германия была разбомблена полностью со стороны. Вначале Германия бомбила там всю Голландию, близлежащие страны Бельгию и все остальные оккупировала. А потом союзные войска, там Германия, Англия, ну там 4 страны. Союзные войска, вот смотрите, вот кладбище какое. Они уже бомбили Германию по-жесткому. Просто-напросто здесь все было снесено. Может быть, уцелели какие-то единичные дома, но это достаточно жестокое тоже у них было кровопролитие. То есть Германия, Голландия, мы думаем, только в России все пострадали, там, ну, в СССР. На самом деле, все здесь, так, что-то написано, практически, так, церковь, часы работы. Ну, хотя бы, давай дотронемся, не знаю, мне кажется, это свежий храм или выстроенный. Так, он закрыт. Ну, ладно. Ну, немецкий я не могу переводить, что проехали из-за и дочь. I don't know these words. Я не знаю немецких слов. Вот их кладбище. Ну, это современное какое-то кладбище, конечно, уже. В общем, что я вам хотел показать. Дерево классное. Вообще уцелело. Корень прям шикарный. Давайте дотронемся. Вот это вообще огонь. Вот это сила прям огромная. Так. Аккумулятор уже начинает подсаживаться. Мы еще даже не подъехали к городу клею. Там еще нам кататься и кататься. Роликов будет дофига. Быстро на велик. Я сейчас сяду. Прокачу вас. Так, а как же мне? Я хочу, чтобы немножко меня бы как-нибудь бы тоже заснять. Сейчас, секунду. Попробую, может, на забор поставить. Отойду с торонкой, вам рукой помашу. Секунду. Чтобы можно было потом фоточки сделать. Ой, блин. Итак, ребята, всем привет. Мы уже в Германии. Мы сейчас развернемся с вами. Поедем в обратную сторону. Вдоль домиков прокатимся. Посмотрим, что здесь есть. И камеру выключим. Потом мы будем оказываться тоже в городах, в некоторых. И самые исторические, самые интересные места мы все будем снимать и фотографировать. Ну, не снимать, то есть не фотографировать, а на видео снимать. Для себя, конечно, я тоже сделал несколько фотографий. Так, смотрим видосики. Чуть-чуть сейчас мы с вами прокатимся. Чуть-чуть буквально на улицу, на главную мы выйдем. В берегу аккумулятора, потому что нам еще ехать и ехать. Километраж огромный. Тихо-тихо-тихо. Что-то у меня здесь. Вот так. А то у меня там запутались наушники мои. Так, сейчас разворачиваемся. Разворачиваемся-разворачиваемся. Сейчас просто покажу, по какой улице я ехал и как я сюда попал, чтобы вы понимали. Вот, в принципе, весь путь. Вы можете как бы чуть-чуть и проследить, что происходит по всем видео. Так она и будет. Все эти видео будут находиться в плейлисте о Германии. Видите, домики бело-черные. Ну, как в России. Такого ничего интересного в Германии нет. Есть современные, но когда мы попадем в город Клеева, там в нем потом будете понимать. Ну, вот этот дом, смотрите, ну, русский, российский, ничего крутого нет. Так, в Украине, в России их миллион таких домов. Смотрите, как я вам пообъясню сейчас. Я приехал вон оттуда. Вон оттуда. Там город Краненбург. Попался мне такой храм. А едем мы вон туда. То есть мы сейчас движемся прямо к городу Клеева. Клеева такой город уже посерьезнее, поинтереснее. И потом еще, может, мы кое-куда попадем. Так, что это за афиша? Ну, это типа я. Может быть, когда-нибудь будут таким. Может и нет. Ладно. Все, ребят, едем мы туда. Вы хотя бы посмотрите, как выглядит, как все зелененькое. 9 апреля 2018. Вот так сейчас все происходит. Ох, блин, сколько здесь афиш таких. Ну, давайте чуть-чуть вас прокачу. Чуть-чуть еще. Вон там до какого-то перекрестка. Чтобы вы хоть посмотрели на Германию. Вон, гляньте, смотрите. Розовый цветочек что-то распустился, расцвело. Но все равно это близко к голландской границе. Здесь есть такие еще красивые домики, как в Голландии. Попадается. Но уже и много немецкого все равно. Дорожки, конечно, такие. Еще есть велодорожки, но они уже не такие, как бы, красивые. Цвет у них не розовый, не красненький. Вот спортсмены, я смотрю, тоже ходят. Бегуны попадаются разные. Видите? Там бегают, и здесь бегают люди. А может, это спортсмены, не знаю. Все, все, все. Сейчас я вот, давай до этого кольца. Будем беречь аккумулятор и память камеры. Будут еще места поважнее. Это я сейчас буду проезжать между деревень и деревень. Вся дорога, она, в принципе, такая. Вот такие у них остановочки автобусные. Вот какое-то кольцо с кругами. Вот я еду все время по такой дороге, которую вы сейчас впереди увидите. Это поля. Фермы какие-то, что-то еще. Домики небольшие вон слева. Шары, видите? Классные. Лабиринтик с шарами. Все, я вон туда влез, ребята. Смотрим видосики, продолжаем. И поехали. Пока.